всем привет учитывая размеры микроразборы галактики максимальный официально зарегистрированный размер 21 миллиметр она идеально подходит для креветочников и на на аквариумов правда продолжительность жизни у нее небольшая около двух лет аквариум в 30 литров а лучше больше будет идеальным даже для стаи этих рыбок в больших по объему аквариумах вы увидите интересное поведение внутри большой стаи но не доминантные самцы должны иметь укрытие содержать микроразбор галактик нужно в стае желательно от 20 штук чтобы аквариум максимально напоминал галактики природный водоем он должен быть густо засажен растениями если же он будет пуст то рыбки станут пугливы бледны и будут проводить большую часть времени в укрытиях если вы планируете в дальнейшем разводить микроразбору то лучше содержать ее без соседей включая креветок и улиток чтобы они могли не реститься в том же аквариуме если же в общем аквариуме то хорошими соседями будут такие же некрупные рыбки например кардиналы или клинопятнистые разборы или неоны что касается параметров воды то аквариумисты со всего мира сообщают что содержат галактик в разных условиях и те даже не рестятся так что параметры могут быть очень разными главное чтобы вода была чистой были регулярные подмены для удалению аммиака и нитратов и конечно же избегать крайностей идеально будет если кислотность в аквариуме около 7 а жесткость средняя но еще раз повторяю лучше сосредоточить усилия на чистоте воды фильтра достаточно внутреннего а освещение может быть ярким так как она нужна для растений а микроразборы привыкли к яркому солнцу большинство данью всеядные и галактика не исключение в природе они питаются мелкими насекомыми водорослями и зоопланктоном в аквариуме едят все виды искусственных кормов но не стоит их кормить только хлопьями разнообразие кормления и ваша рыба будет красиво активно и здорово микроразбора есть все живые и замороженные корма трубочник мотыль артемию и каретру но помните что у нее очень маленький рот и выбирайте корма поменьше только что купленные галактики часто пребывают в стрессе и лучше кормить их мелкими живыми кормами а искусственные давать после того как они пообвыкнут что касается совместимости с другими рыбами то чаще всего их содержит отдельно рыбка как будто создана для маленьких на на аквариумов где для других рыб нет места если же хочется содержать их еще с кем-то то конечно же идеальными будут небольшие мирные рыбки это могут быть дани аририо разборок ли на пятни стая гуппи и гуппи эндлера к сожалению поведение в большой группе для них не слишком типично обычно содержание в стае снижает агрессивность они держатся вместе но с тайными назвать галактик нельзя самцы проводят большую часть времени ухаживая за самками и устраивая драки с соперниками эти драки скорее напоминают ритуальные танцы по кругу и обычно не заканчиваются травмами если слабый самец может укрыться однако доминантный самец может быть очень жестоким для такой маленькой рыбки и если противнику некуда бежать то мелкие зубы галактики нанесут немалый вред у самцов цвет тела более насыщенный стальной или голубоватый а плавники яркие черные и красные полосы нет их только на грудных пятна на теле от жемчужно-белого до кремового цвета а в брачных период общий цвет тела усиливается живот становится красноватый цвет тела самок зелено-голубой и менее яркий пятна на плавниках также бледнее меньше оранжевого цвета также самки галактики крупнее чем самцы у них более полное и округлое брюшко особенно у половозрелых всем спасибо за просмотр а